Здравствуйте! Сегодня мы обсуждаем тему, которая была заявлена одной из наших зрительниц Кристиной в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам Самары Гиз». Кристина попросила, чтобы мы в передаче обсудили психологическую травму или психическую травму, как правильно, механизмы ее срабатывания, что с этим делать. Там была и вторая половина вопроса, но если мы успеем сегодня поговорить, мы, наверное, озвучим. Или сразу скажу, почему люди не ходят за помощью, не обращаются к специалистам, как раз к психологам, к психотерапевтам, а почему-то думают, что это сродни походу к психиатру. Сразу какое-то клеймо, диагноз, постановку на учет. Это была вторая часть вопроса. Я могу сказать, что наши зрители могут сами посмотреть, как звучал вопрос, просто отправившись к нам в соцсети и почитав этот комментарий. Там речь шла, в том числе, насколько я понял, о том, как связаны эти две вещи. Есть травма и почему люди с ней не ходят. То есть как-то два вопроса. Не приходят. Или приходят. Мы с вами, Елена, говорили сейчас в кулуарах, и я часть хочу разговора вынести. Хотя мне все время говорят, давайте, Алексей, сразу к конкретике. Мне кажется, здесь как в любовных отношениях. Это вот давайте сразу раздеваться. Вот что-то такое. Давайте сначала поговорим, а потом перейдем к конкретике. Что по поводу предварительных вещей? Травма, опять же, такое сейчас слово, абсолютно, на мой взгляд, нагруженное огромным количеством смыслов. Психологическое, психическое. Но я предпочитаю говорить психическое, то есть травма, относящаяся к психике. А не травма, относящаяся к психологии. К науке, да? Да, психологию травмировать, наверное, сложно. Хотя я надеюсь, что мои коллеги периодически своими публикациями травмируют психологию. Ну, в каком-то хорошем смысле. Она развивается. Вот, то есть мы говорим о травме, которая относится к психике. И, в общем, сейчас, опять же, наверное, это такая очень выраженная тенденция везде эту травму искать. То есть люди ищут ее у себя, травму, да? В чем я травмирован психически? Они ищут ее друг у друга. И они с этим, когда получается, приходят к специалистам. Ловушка здесь, на мой взгляд, заключается в том, что, и люди тоже об этом говорят, есть какой-то определенный, определенная параллель с физической травмой, да? И там, и там травма. Травма вообще в переводе это разрыв. Там и там больно. В первую очередь, это разрыв, нарушение какой-то целостности. Ну, если мы говорим о переводе слова, да? То есть была какая-то целостность, если мы сравним с кожей, например, да? Была кожа целая, потом она травмировалась. То есть части кожи разошлись, и вот-вот налицо травма, которой надо заниматься. То есть сшивать части. Вот для уха людей, я думаю, для уха специалистов, это примерно так же. Была, ну, как бы психика такая более-менее, да, целостная. И вот что-то подействовало на эту психику, и появилась травма. То есть травма изначально предполагает наличие еще какого-то травмирующего агента. То есть что-то, что могло целостность нарушить. Да, как с кожей. Кожа же сама не лопается, ну, в здоровом состоянии. Что-то на нее действует, да? И обычно специалисты еще и выясняют, а что подействовало, да? Чем кожа была поранена, это царапина. Что тогда травмируется и разрывается в психике, да, если это психическая все-таки травма? Или вы ведете к тому, что травма не очень подходит к называнию этого процесса? Не всегда подходит. Потому что, я почему сказал, что это ловушка? Потому что люди, которые явно ощущают себя нездоровыми, ну, или нарушенными, да, то есть что они ощущают? Боль, о которой вы говорите, тревогу, нарушение настроения, нарушение физиологических каких-то вещей. Ну, например, сон, аппетит, да? Люди обнаруживают апатию свою. Ну, что-то они обнаруживают, что вот в психическом смысле они живут не так, как обычно. И они начинают думать, а что на меня подействовало, да? Да, вот так вот, ретроспективно. Я просто свидетелем бываю регулярно вот таких рассуждений в кабинете. Ко мне приходит человек и вот так вот с настоящего в прошлое заглядывает и говорит, да вроде ничего не было, никто не умер, потрясений не было. Ну, то есть вот он... Родители у меня были замечательные. Да, вот он... Да, до родителей еще надо дойти. Вот он начинает, взрослый человек, с текущего момента, да, туда идет. И вот это определенное, ну, вот в определенном смысле заложник этой идеи человек, что вот что-то должно было быть таким травматичным, раз моя психика перестала действовать. Вот. То есть подводя вот этим своим высказыванием некоторый итог, я хочу сказать, что то, что с человеком происходит, не всегда последствия травмы. Это первое. Что вы считаете именно травмой? К чему подходит именно вот эта формулировка? Психическая травма. Давайте здесь два момента тоже рассмотрим. Они мне близки. Первое. Психическая травма во время выраженного действия травмирующего агента. Ну, что это может быть? Да, я перевожу. Что это может быть? Пожар. В здании пожар, да. Это реальность напряженная для всех. Большинство людей будут испытывать себя, ну, в какой-то степени до определенного момента нездоровыми, да. У них будет тревога, у них будут и так далее, и так далее. Ну, потому что они пережили шок, скорее всего, да, в такой ситуации. Ну, то есть, да, мы можем сказать, что... Что-то, с чем психика не могла справиться адекватно. То есть у нас у всех разная способность адаптироваться. Или выдерживает напряжение. Да, и поэтому, если есть избыточные факторы, пожар, тревога по поводу коронавируса, захват террористами, ну, я сейчас не буду перечислять, я думаю, список понятен, да. То есть массовое скопление людей, на которых подействовали вот эти самые, да, факторы. В основном люди будут травмированы. И у части из них разовьется тот самый посттравматический есть, да, такой синдром. То есть какие-то переживания, отсроченные во времени, да. И не случайно там где-то все время пишут в СМИ, там работают психологи, да. То есть признавая, что там есть с чем работать. Это первая часть. Травма и травмирующий агент по силе своей превосходят обычные какие-то параметры. Это первая часть. Вторая часть. Травматичный агент, может быть, не превосходит. Это субъективное какое-то восприятие, да. Для кого-то семейная родительская история развода или не развода, папа пил или мама там что-то, да, кто-то куда-то уехал, да. Для кого-то это будет сильно травмирующим фактором, а кто-то скажет, да, в моей семье то же самое было, но и окажется, что он чувствует себя здоровым. То есть мы должны говорить о том, что помимо травмирующего агента важно еще на какую почву этот агент действует, да. То есть на какую изначальную психику. То есть на какую реакцию выдала психика, сознание. Ну, по сути, да. То есть насколько вот этот аппарат психики справляется, справлялся раньше, да. То есть он может быть, ну, человеку, назовем это так, не повезло, да. Ну, или он сконструирован так уже изначально не очень гармонично, да, не очень сбалансировано. Ему будет достаточно, может быть, легкого, на взгляд других людей, легкого травмирующего воздействия. И здесь есть, я вижу, что хотите спросить, просто здесь есть еще один важный момент, я бы хотел его высветить, и дальше я готов, ну, слушать вопросы. Важный момент заключается в том, что по большому счету травмирующим фактором для психики является не само событие, событие может быть любым, травмирующим является те переживания, та значимость, которая возникает, которая откликается сам человек, да. То есть в этом смысле эта травма всегда субъективна. То есть в этом смысле эта реакция всегда субъективна. Кто-то на определенные события, на смерть близкого человека откликается, ну, чувством утраты и через некоторое время восстанавливается. Кто-то откликается чувством утраты, кто-то злости, кто-то обиды. И это чувство сопровождает человека иногда много лет. Есть норма какая-то, как раз один из запросов, который я хотела задать. Есть норма, по которой человек, норма именно временная, по которой человек может, зная о ней, сориентироваться. Он сейчас находится вот в пределах этой нормы доживания, проживания вот этого травмирующего события. Ну, например, утраты близкого человека. То есть ему горько, ему плохо, ему, возможно, этот близкий человек видится, мерещится. Вот сколько должно пройти времени? Я думаю, я понимаю. Ну, поняли вопрос. Ну, хорошо. Ну, это время обозначено шестью месяцами. Это вот я сейчас ссылаюсь на рекомендации ВОЗ и, ну, рекомендации по психическому здоровью. В общем, в течение шести месяцев человек волен или способен переживать так называемую, цитирую, реакцию естественного человеческого горя. То есть мы считаем, что специалисты, да, что в течение шести месяцев человек должен что-то переживать. И, мало того, в течение этого времени его психика или душа, если угодно, должна совершить определенную работу по приноравливанию к новой реальности, да, по латанию той, может быть, раны, которая внутри. И причем эта работа в основном или часто происходит сознательно. Что я имею в виду? То есть человек адресуется, если мы говорим о смерти, да, человек вспоминает, человек начинает задумываться о себе, о своих смыслах. Он разговаривает с близкими, наверное, да? Он разговаривает с близкими, он разговаривает с абсолютно неблизкими, он разговаривает с самим собой, он приходит на могилу и разговаривает с умершим или с его изображением, или с камнем, да, то есть он вообще что-то делает, то есть реальность, внутренняя реальность для него серьезным образом поменялась. Можно ли говорить о том, перебью вас, что родственники, ну, допустим, мы берем гипотетически человека, который сейчас находится вот как раз в этом периоде, первое полугодие. Есть часть родственников, которые через месяц, через два начинают, он говорит, да хватит уже горевать, ну, уже все, уже вот живи дальше. Вот своими вот этими высказываниями, этим давлением, они усугубляют проживание вот этого травмирующего события? Может быть, они невольно продлевают этот период, то есть это уже, может быть, не полгода, и дальше человек застревает немного в этих страданиях? Ну, вы правы, здесь много всяких моментов, и действительно, иногда не желая, то есть не желая того, высказывая позитивные какие-то, ну, в кавычках назовем так, позитивные настроения, родственники иногда показывают, может быть, сами того не желая, что они уже не понимают переживаний человека. Ну, тебе уже надо в работу вернуться, у тебя вон там дети остались, да, или у тебя там еще что-то есть, у тебя мы остались, в конце концов. Вот, и в общем, как-то, ну, традиционно, ведь у нас не, по крайней мере, сейчас достаточно стерто много всего, да, вот это вот, там 9 дней, ну, 40 дней кто-то еще вспоминает, да, а потом, что там после этих 40 дней? Вот, как-то каждый сам по себе. Вот, и поэтому в какой-то степени человек иногда изолируется, изолируется не сам, а он чувствует, что его переживания не разделяют, все как-то восстановились. Обычно это бывает так, например, у взрослой женщины умерла мама или умер отец, да, а говорят ей эти вещи, ну, допустим, дяди и тети. Конечно, они в других родственных отношениях, да, у них умерли, там, брат, может быть, это тоже важно, да, это тоже болезненно, но потерять родителей, наверное, совсем по-другому. Вот, это первая вещь. И вторая вещь, но не последняя, я вижу, что такие родственники, которые продолжают переживать, ну, и в какой-то степени вот так вот оказываются отодвинутыми от других, они сами являются травмой для оставшихся родственников, оставшиеся родственники не очень знают, что с ним делать. То есть, ну, что, ему можно периодически звонить и говорить, ну, как ты там, да, вот, сказать, пойдем в театр, он говорит, да, я не хочу, я хочу побыть один, а что там с ним случилось, о чем он там думает, когда он один, о чем он там плачет или она плачет, да, о чем он там себе пишет, о чем он там себе не спит, ну, какая-то масса вопросов. А может быть, как-то в традиции не очень принято, ну, сидеть и разговаривать об этом, а иногда, может быть, дай бог, у кого-то принято, да, и кто-то что-то... А вместе погрустить как-то, да, дожить эти эмоции? Ну, в общем, да, тут много всего, потому что и этот вопрос ваш, я просто не буду уходить, мы распалимся, этот вопрос встает и в ситуации с маленькими детьми, да, умирают родители еще маленьких детей, и часть взрослых считает, что надо детей поскорее от этого отлучить, некоторые считают, что не нужно водить на кладбище, не нужно говорить, что родители умерли, ну, как-нибудь потом, вот мы скажем, они вырастут там, да. Ну, да, убирает, я даже знаю, далеко ходить не надо, убирает фотографии, и ребенок даже не видит, маленький ребенок не видит свою маму, и, возможно, у него стирается образ матери. Я хочу обратиться к нашим телезрителям и напомнить, что у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22, звоните, высказывайте свое мнение, может быть, своей историей вы готовы поделиться. Мы ждем ваших звонков. Да, и если говорить еще о психической травме, то, конечно, очень часто она действует на, ну, назовем это так, на подготовленную почву. То есть что-то растянутое во время, во времени происходило до этого. Что-то в человеке происходит, что-то, вот, самый классический, наверное... Ну, вот если взять ребенка, или вы про взрослого. Нет, про ребенка, например, самый классический вариант. Ребенок перестал быть нормальным, ну, назовем так, то есть перестал спать, начал заикаться, перестал... Лучиться в постели. Да, потому что его напугала... Или перестал разговаривать. Да, его напугала собака. То есть вот какая-то такая классическая история, да, и собака стала причиной. По большому счету, и чаще всего это не так, да, есть какая-то подготовленная почва внутри, семейная, да, или... У меня сейчас достаточно много историй, когда ко мне приходят студенты. Ну, то есть это уже люди, которым 18+, назовем это так, первый, второй, там, третий курс, да, которые поменяли привычную школьную среду на институтскую среду. Вот они только пошли. И родители говорят, что-то вот они перестали спать. Вот, наверное, на них сдача ЕГЭ и прочее повлияла, да, наверное, повлияла. Но когда мы с этими ребятами, когда я разговариваю, оказывается, что, в общем, у них какие-то вещи, ну, связанные, может быть, со страхами. Со страхами общения со сверстниками. Со страхами вообще выходить на улицу. Они тянулись и раньше. Но ребята были адаптированы. Что значит адаптированы? Они их привычно ходили в школу. Привычно их, например, подвозили мамы и папы до школы, до дома, да. Вот, они больше никуда не ходили. И тут вдруг вот жизнь распахнулась перед ними. И родители говорят, что-то вот, наверное, вот институт, наверное, их перегружает или еще что-то. А дело не в институте. Или не только в институте. Это вот та самая история про травму, где какой-то фактор проявляет уже развивающуюся, ну, назовем так, медицинским языком несостоятельность определенную. Да, чуть-чуть выше стала нагрузка, и оказалось, что человек не справляется, да. Вот, да. Как понять, что пора идти к специалисту? С ребенком ли, или самому уже взрослому человеку? Какие такие вот маркеры, сигналы? Как в прошлой передаче мы говорили, да, тоже о маркерах. Теперь применимы к этой теме. Ну, наверное, маркеров несколько. Вот из того, что я по опыту вижу, первое, люди приходят, потому что какое-нибудь правило трех случаев работает, или четырех. Что это значит? Человек говорит, мне уже трое разных людей сказали, что мне пора обратиться. Они что-то видят про меня, я не вижу. Ну, то есть, кто эти трое могут быть? Это может быть... Алексей, у нас звонок в студию. Давайте послушаем, да? Да, давайте. Поставим паузу, и потом продолжите. Угу. Здравствуйте. 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 Мы очень рады, что вы нам позвонили. Представьтесь, пожалуйста. Вас как зовут? Наталья. Наталья. Угу. Да, у вас вопрос, Наталья? Да. У меня вот вопрос к вам. Вот, могли бы вы как-то помочь? Вот такая ситуация. У меня у близкой родственницы умер отец. Угу. И вот дочь, она стала как-то реагировать после этой смерти отца. У нее появилась обида, злость на то, что отец как бы покинул этот мир, и вот у нее в сознании что-то перевернулось, видимо. Она отстранилась от всех родственников, и как-то у нее изменились отношения с матерью. Ну, прошло уже года четыре, наверное, пять, и все равно вот эта вот обида на мать и на родственников у нее как-то не прекращается. И вот она иногда так замыкается, и это становится страшно. А какой возраст у дочери? 25 лет. То есть это взрослый такой человек? Ну, случилось это, когда ей было 20. Это была внезапная смерть? Что? Смерть отца ее была внезапная? Внезапная, внезапная. Спасибо, Наталья, за вопрос. Или что-то еще? И да, еще была вот такая ситуация, что как отец, он в последнее время не жил с семьей, жил отдельно. Ну, они наоборот стали как-то немножко лучше общаться. И вот спустя прям короткий период времени, вот произошло это несчастье, и вот девочка как-то замкнулась. Причем вот ненавидела родственников со стороны матери, которая не имела отношения вообще к этой смерти и вообще тоже тяжело очень переживала. Это была трагедия прям. Вы оставьте свой телефон, Наталья, сейчас в студии. Если у нас возникнут еще какие-то вопросы в процессе обсуждения, мы с вами свяжемся. Хорошо? Ну, раз Наталья не отвечает, попробую. Ну, то есть, видимо, да. Здесь много очень вопросов Наталья подняла. Первый вопрос, что делать, как обычно наш... Ну, здесь, кстати, тоже проблема. Не всегда люди идут к специалистам, и не всегда их можно агитировать. Это ответы на ваши или на ваши вопросы? Больше, чем 6 месяцев. Вы знаете, ну, и 15 лет бывает, и 10 лет бывает, и вообще люди не приходят. И что на них повлияет, чтобы они пришли? Я надеюсь, кстати, что вот наша передача, выступление моих коллег, вот какая-то такая работа. Потому что люди не просто идут куда-то, я думаю, люди идут кому-то. Ну, в данном случае вот эта девушка, 25-летняя, она не хочет идти к специалисту, да? Но за ее эмоциональное состояние беспокоятся родственники. Вот я прям хотел этот момент договорить. Может быть, она... Я говорю, что это часть нашей, может быть, работы специалистов, да? Чтобы эта девушка не просто думала, куда ей пойти, а она увидела, к кому ей можно пойти. Поэтому я периодически с коллегами говорю, что нам нужно приходить на радио, на телевидение, писать статьи и так далее. Это одна часть ответа, да? Я... Это очень серьезно для меня, потому что действительно я уверен, что люди идут к людям. То есть люди не идут куда-то. Ну, может быть, вначале они идут, вот, ослепленные своей болью, да, ослепленные своей яростью, но потом они все равно встречаются с людьми, со специалистами. Это первое. И, по-хорошему, наверное, вот это вот беспокойство родственников, оно, возможно, подталкивает, возможно, они говорят, что ей пора пойти. И, возможно, она не идет. Вот таким образом, кстати, работает психика, да? Наталья, мне кажется, очень много сказала для того, чтобы уже какие-то гипотезы родились. Какие гипотезы есть? Ну, первая гипотеза, которая мне пришла, я не знаю, поможет ли она, да, и как она прояснит. Отец бросил недавно обретенный отец, вновь обретенный отец. Наталья говорила об этом, о том, что вот эта ее родственница стала хорошо общаться с отцом в последнее время. Ну, он такой недавно обретенный. Он ее бросил. И мы тоже с этим сталкиваемся. Да, смерть, все все понимают, но где-то внутри какая-то вот та самая, может быть, детская часть, о которой мы в прошлый раз говорили, она ощущает, что вот этот большой и важный человек меня бросил. Причем, ну, эта часть не понимает, что взрослый не управляет смертью. Просто его нету и все. И я прямо договорю. И в этом смысле у меня возникло впечатление, что родственница, о которой говорит Наталья, в ответ бросила всех. Она от всех отказалась. Это первое. И второе. То есть она пытается им передать свои чувства, то есть своим поведением вынуждает их испытывать тоже чувство утраты, возможно, да, которое она испытывает. Ну, вы затронули хорошее очень, да. Они утрату испытывают вот по отношению к этой девушке, то есть они с ней какие-то связи утрачивают. И таким образом мы знаем о таких механизмах, даже им есть название, сейчас не буду об этом говорить, механизмах, когда один человек пытается другим сообщить вот таким способом, да. То есть мы как специалисты это знаем, когда мы что-то чувствуем, да, что это такие чувства нам пытается передать или передает тот человек, который к нам пришел. И вот ваше, может быть, замечание, оно в точку, да. Родственники чувствуют, что она изолируется, и они переживают, сталкиваются с тем чувством, которое она испытывает, да. Это она чувствует себя изолированной. Здесь есть определенная зеркальность. Вот, а по поводу ненависти о том, о чем сказала Наталья, я, может быть, странную вещь скажу, но, наверное, может быть, хорошо, что она хоть кого-то ненавидит. Может ли эта ненависть, вот вы же говорили сегодня, каким-то этим переживанием способствует предыдущие события. Может быть, вот эта девушка росла, пока она там была маленькой девочкой в подростковом возрасте, она эту ненависть, пусть даже по отношению к отцу или к матери или к родственникам, не могла проявлять, потому что она была, по сути, заложником взрослых отношений. Они там что-то делают, взрослые сходятся, расходятся, на детей мало кто ориентируется в этот момент. А вот эта ситуация, она спровоцировала, что у нее эта агрессия, да, эта ненависть, она выплескивается. И еще, возможно, это попытка найти виноватого в этих событиях. То есть смерть-то не обвинишь, на нее злиться-то, в общем-то, бесполезно. Но есть живые люди, на которых можно транслировать вот эти свои трудные переживания. Мы вступаем в очень, с вашей версией, с моей версией, Елена, мы вступаем на очень зыбкую почву. И я уверен, что я об этом знаю. Я просто хотел бы оттуда уйти. Почему зыбкая почва? Мы можем строить массу любых гипотез. Все они будут, как, может быть, очень умные, очень содержательные. Но обычно не эти гипотезы делают дело, делают дело разъяснение какое-то. Я надеюсь, что родственница Натальи, может быть, она посмотрит эту передачу, да, может быть, ну, у нее какой-то свой темп переживаний, да. Для кого-то 4 года это много, для кого-то 4 года это совсем мало, да, кто-то начинает только что-то понимать. Вот, я надеюсь, что она примет какое-то решение куда-то обратиться, может быть, уже обращалась, и мои коллеги ей помогут. Ну да, как вариант, может быть, родственникам не выпытывать у этой девушки, да, про ее чувства, или почему она такая, или не заставлять ее перестать себя так вести, а сказать, ну, сходи к специалисту, поговори, может быть, там ты сможешь разобраться. Может быть, может быть, родственники на время оставив в покое, ну, как бы, да, внешне перестав дергать, перестав. Здесь разные могут быть стратегии, нет, нет единой. Я знаю, что родственники, когда они утихают немножко, вот этот нажим уменьшается, о котором вы говорите, и люди иногда сами приходят, да. Иногда что-то, вот, приходит ко мне в кабинет человек, ну, например, с похожей ситуацией, там, и говорит у меня, вот, отец умер, там, 10 лет назад. Я все 10 лет собирался к вам прийти. Ну, вообще, собирался куда-то обратиться. И иногда я, конечно, выясняю, что же такого произошло на 10-м году, и очень часто оказывается, что никаких каких-то фонтанирующих вещей, озарений каких-то, вот, которые можно было бы положить в основу прихода. Ну, иногда человек говорит, вот это наше емкое слово «я созрел». Да, вот, как это созревание в нем происходило, что повлияло. Повлияли мнения других людей, да, повлияла внезапно увиденная передача, услышанное слово, сновидение какое-то, да, где приснился этот родственник. Вот что-то, мне кажется, что психика больше, чем мы про нее понимаем, и очень часто она нас подвигает. Главное – услышать это. Время нашей передачи подходит к концу. Я предлагаю остановиться и на следующую передачу продолжить разговор о психической травме, потому что тема большая. У меня такое неудовлетворение осталось. Мне хочется поговорить, задать вопросы, как-то выведать, приземлить. Я только за. Я хочу поблагодарить Наталью, позвать других зрителей к нам в студию вот таким звонком. Может быть, Наталья позвонит, еще как-то прокомментирует, что это было. Вот, хочу поблагодарить вас, спасибо. Да, давайте об этом говорить, это очень важный вопрос для меня, как для специалиста и как для живого человека. Благодарим медицинский центр «София» за помощь в создании этой программы. Там вы можете получить помощь психолога, психотерапевта, психиатра. Собственно, по поводу травмы тоже. Да. Спасибо большое, спасибо вам, Алексей. Увидимся в следующий вторник, 18.15. Да, да. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok